Здравствуйте дорогие друзья! Я приветствую вас на своем канале и сегодня я хочу поговорить с вами о розах шраба. Розы шраба появились более 50 лет назад. В общем-то это достаточно молодая культура по сравнению с теми, которые существуют уже столетия. И эти розы, они сразу начали стремительно завоевывать популярность среди садоводов. Растения выступили в качестве прекрасной альтернативы прихотливым и теплолюбивым, очень нежным сортам роз, благодаря чему стали одним из самых выращиваемых видов на территории нашей страны. Даже регион произрастания этих кустарников расширился. Они могут прекрасно расти в северном регионе, но единственное, что конечно они требуют там укрытия. Давайте для начала разберемся, что значит роза шраб. Любой шраб представляет собой хороший, крепкий, округлый кустарник выше средней высоты. Их еще называют парковые розы и полуплетистые. Такой куст усыпан цветками самого разного оттенка, в зависимости от сорта. Здесь очень сильна декоративность куста в общем и целом, а не отдельно взятого цветка или побега, как мы рассматриваем, к примеру, розу чайно-гибридную. Шрабы довольно быстро набирают заявленные параметры и могут сделать это даже за сезон. Так вот, для примера, этой весной я посадила у себя шраб в Эстерленд, либо ее еще называют парковая роза. И за сезон она выдала плети и уже цвела плети полтора метра в высоту. То есть очень быстро достаточно набрала именно тот размер, который заявлен по этому сорту. У шрабов чаще всего кустарник имеет прямо стоячий вид, но некоторые сорта имеют свойство разваливаться. Ветви у них полугибкие и вкупе с высотой кустарника, в общем-то, чаще всего нужно будет какую-то опору придумывать. Но есть сорта, которым опора абсолютно не нужна, потому что побеги прямо стоячие и очень сильные. Эти сорта розы-шрабы имеют постоянный декоративный вид. Цветение роз этой группы очень обильное. Чаще всего повторно цветущее, но может быть и непрерывное. То есть есть сорта, у которых есть первая и вторая волна цветения, а есть и розы, которые цветут все лето, соответственно, при правильном уходе и своевременном обрезании отцветших соцветий. К тому же у шрабов имеются повышенные показатели зимостойкости. То есть это отличительная их черта и устойчивость к болезням. Ну и, собственно говоря, их состояние в неблагоприятные погодные условия, оно просто радует. То есть эти розы не вымокают, не склоняются к земле. То есть прекрасно себя чувствуют даже во время очень сильного ливня. Ну, собственно говоря, хотя последние признаки, которые назвала иногда, довольно условны в отношении к некоторым сортам. Но в основном розы шрабы обладают именно такими характеристиками. Еще шрабы можно узнать по неповторимому, довольно сильному аромату. Конечно, отличаются нотками запахи совершенно разные у разных сортов. Но, в общем-то, аромат очень сильный, который чувствуется на расстоянии. Чаще всего куст занимает довольно много места. Это нужно учитывать при посадке, оставляя для них свободное пространство. Высадка кустарников предпочтительно на солнце. Но есть такие сорта, которые прекрасно выносят и полутень, и очень хорошо себя там чувствуют. Основная проблема ухода за полуплетистыми розами-шрабами – это обрезка. Делают ее весной. Здесь самое главное – не переусердствовать, не укоротить сильно. Оставляют, как правило, 5-6 здоровых побегов и 6-8 почек. Но это отдельная тема. Кстати, обрезка и укрытие розы плетистой есть у меня на канале, можно посмотреть. И если обрезать сильно, то весной роза будет дольше приходить в себя. Но в любом случае наращивает побеги шраб довольно быстро за свой вегетативный период и очень хорошо восстанавливается. Что еще требует периодических подкормок? То есть, однозначно, шикарный цветущий куст все лето. Это с правильным уходом. Это с санитарной обрезкой. Это обрезка отцветших соцветий. И, конечно же, подкормки. То есть, как минимум, 4 раза за сезон розу нужно подкармливать. Начало сезона – это азот. Далее – комплексные одобрения. Но это тоже отдельная тема. Я не буду сейчас углубляться в нее. Далее, что очень важно. Хоть и заявлены розы шрабы как сорта, выдерживающие очень низкие показатели температур. Есть даже розы, сорта роз, у которых заявлено минус 40. Но все равно, друзья, я бы рекомендовала их, конечно, укрывать. Потому что сейчас очень сильно изменилась погода. И очень теплая зима, во всяком случае, у нас в Волгограде. И я всегда рекомендую укрыть розу не столько от морозов, как от обледенения. Потому что идут дожди, а в ночное время температура падает и начинается обледенение. Что неблагоприятно, конечно же, сказывается на кустарнике. Назначение роз шрабов огромное. В ландшафтном дизайне они используются не только в одиночных посадках, но и в бордюрах, миксбордерах, смешанных группах, живых и изгородях, декоративных стен и так далее. Они также хороши и в срезке. И могут украсить любую квартиру, любое помещение. И наполнить великолепным запахом. Специалисты условно подразделяют их на три категории. В каждой из которых находятся растения со сходными признаками. Классификация носит такой неформальный характер. И используется, в общем-то, лишь для структуризации данных при описании сортов, в каких-то каталогах, в альбомах и так далее. К первой группе относятся английские розы, розы шрабы. Выведены известным селекционером из Великобритании Дэвидом Остином в конце прошлого столетия. Я думаю, что все розоводы прекрасно знают Дэвида Остина и его произведения искусства. Их отличительной чертой является необычная английская форма цветка, за что растения получили неофициальное название «ностальгические розы». Английские кустарниковые розы отличаются непревзойденным ароматом, высокой продолжительностью цветения и мощью бутонов. В группу входит большое количество гибридов, имеющих разную скорость роста и высоту побегов. Но, в принципе, все это относится к одной группе, к первой. К второй группе относятся розы, шрабы, почву покровного типа, высота которых может варьироваться от 20 см до 2 метров. Разнообразие просто огромное в этом направлении. Кустарники относятся к этой группе, относящиеся к этой группе могут быть стелющимися, либо паникающими. Они отличаются высокими декоративными свойствами и неприхотливостью. Во время цветения растения покрывают землю таким пышным ковром, придавая пространству сада очень нарядный вид. Третья группа роз шрабов представлена растениями канадской селекции, способными переносить температуры до минус 40 градусов. Данная категория является самой морозоустойчивой и наиболее распространена в зонах с умеренным, ну и резко континентальным климатом. Помимо очевидных отличий, существует также ряд особенностей, характерных для всех растений данного вида. Розы шрабы характеризуются непрерывным цветением, который начинается в начале июня и заканчивается при наступлении первых заморозков. Цветы сменяют друг друга на протяжении всего сезона вегетации, повышая тем самым декоративные свойства кустарники. Практически все сорта роз шрабов имеют яркий и насыщенный аромат. Я уже об этом говорила, но не могу еще раз не повторить, потому что это, в общем-то, один из очень важных моментов при выборе посадки роз на своем участке. Морозоустойчивость является одним из важных к качеству кустарника, выгодно выделяющим его на фоне других видов садовых и парковых растений. Очень важный момент. Розы шрабы не восприимчивы к большинству заболеваний, характерных для роз других видов, что в сочетании с абсолютной неприхотливостью делают их оптимальным вариантом для начинающих садоводов. Кусты практически всех сортов отличаются густотой, мощью и объемностью. Причем некоторые экземпляры достигают двухметрового роста и, в общем-то, часто выступают в роли главного украшения сада. Это нужно учитывать при создании композиции из нескольких растений. То есть я, в общем-то, рекомендовала бы такие розы шрабы сажать в центре композиции, а вокруг уже размещать более низкие кустарники и другие растения. Розы шрабы хорошо сочетаются с любыми другими видами роз, могут без опасения выращиваться с ними по соседству. Ну и, в общем-то, наверное, я постаралась ничего не упустить. И в итоге хочу сказать, что полуплетистые формы культурных роз имеют довольно объемные кусты, а также высокую скорость роста. Отличаются длительной декоративностью. И при посадке нужно именно учитывать, почему я сделала акцент на этом в заключении, что это нужно учитывать при посадке. То есть, друзья, если у вас есть широкое солнечное место в саду, не откажите себе в удовольствии посадкой этого вида. И я уверена, что каждый раз цветение ваших роз будет вас радовать и дарить невероятное наслаждение. На сегодня у меня все. Если понравилось мое видео, не забудьте поставить лайк, поделиться с друзьями. Но если вы впервые и понравилось, подписывайтесь. Я думаю, что вы найдете много интересного у меня на канале. На сегодня все. Будьте здоровы. Берегите себя и близких. С вами была Мария. До новых встреч.